Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Прышковский. Глава третья. Гостиница стояла между развалинами рыцарского замка и театром. На первом этаже прежде помещался ресторан, где они с отцом не раз обедали. Дома у него хранился довоенный пожелтевший журнал с очерком об отце, молодом многообещающим ученым. С фотографии смотрел элегантный, поджарый человек с пышной шевелюрой. Добрую половину лица его закрывали очки или, как было сказано в очерке, черная оправа очков а-ля Гарольд Ллойд. Отец, оставшийся в памяти, не имел ничего общего с тем поджаром, изысканным молодым человеком. Он ему запомнился сутуловатым, располневшим, с огрубевшими руками. Высокий луб лишь на висках обрамляли седоватые пряди. На зрение отец не жаловался, очками пользовался только при чтении. Доктор наук стряпал обеды, ходил на рынок, возился с пылесосом. Мать была на двадцать лет моложе. Когда он родился, отцу было сорок четыре. С ребенка не спускали глаз, его оберегали, лелеяли, совсем как маленького Далай-ламу. Каждую игрушку нянька прежде всего сама ощупывала. Не острали, не шершавали. Ему не позволяли самому спускаться по лестнице. На окна навесили решетки, чтобы он чего доброго с подоконника не упал. Во двор гулять не пускали, потому что там дрочуны ребята. Читать он научился рано. Книги ему заменяли игрушки, недостающих друзей, в известной мере, и движения. Тем летом, когда мать жила на юге, он почти не покидал дачи. Ел, спал, читал. А в десять лет он весил сорок семь килограммов. В школе его прозвали бульоном. Поначалу он безотчетно привязался к отцу. Позже, когда к чувствам прибавился рассудок и появилось характерное для подростка стремление все самому взвешивать, переоценивать, привязанность эта еще более возросла. Обычная сыновняя любовь дополнялась восхищением, уважением, дружбой. Отец никогда не давил своим авторитетом, не стремился обрушить на его голову свою премудрость. Он был деликатен, тактичен, лишен предрассудков, удивительно ровен в общении со всяким живым существом. Знания его казались беспредельными, возможно, потому что он никогда не ограничивал их какими бы то ни было рамками, а всем, ну, искал продолжение, даже если при этом приходилось обнаруживать не только эрудицию, но и свое невежество. Суждение он имел острое, емкое. К тому же обладал даром высказывать его в той непосредственной форме, в какой оно являлось ему, как он сам говорил, пока мысли еще были живы. Теперь ресторан как будто переместился в здание нового универмага, а нижний этаж отошел к гостинице. Дежурная в белом халате сидела в тесной кабинке, напоминавшей кассу кинотеатра. Окошко было закрыто, дежурная разговаривала по телефону. Другая женщина тоже в белом халате, сидя на диване, пила из бутылки кефир. Пластмассовый репродуктор шепотом рассказывал о том, как родителям воспитывать в детях деловые качества, прививать любовь к труду. Наконец окошко открылось. — Скажите, как в рандове обстоит дело с ночлегом? — Совсем худо. Ничегошеньки нет. — С меня хватило бы и раскладушки. — Сверху донизу все забито? — Ну тогда, может, на стульях? — Некуда, молодой человек. — Ну как же так? У вас теперь столько площади. — Знали бы вы, что у нас творится. Недалее, как вчера, приехали двадцать две девочки, а новый корпус общежития еще не сдан. Будут жить пока в гостинице. Та, которая пила кефир, поставила бутылку, вытерла ладонью побелевшую верхнюю губу. — Другое дело были бы вы женщиной. Тогда вы, может быть, что-нибудь и придумали. А теперь в каждой комнате по женщине. И завтра ожидаем десять новых. Бог-то мой, откуда они берутся? Кто откуда? Из Даугавпилса, Вэнспилса, Йонишкиса, а больше всего из Белоруссии. На комбинате хорошей заработки. Женщина глянула на него с веселой ухмылкой. И все молоденькие, себя пригожие. Такой выбор. Скажите, пожалуйста, кто бы мог подумать? Вот поживете у нас, призадумаетесь. Так негде жить-то. Что верно, то верно. Жить негде. А все-таки люди живут. Дежурная, наигравшись с ключами, опять сняла телефонную трубку и набрала какой-то номер. — Зайдите вечером, часам к восьми, — сказала она, подобрев. — Ревизор Центра Союза собирался уезжать. Может, вам и повезет. Он вышел из гостиницы, остановился, не зная, что с собой делать. — Ну, подумай же хорошенько, пораскинь мозгами, прими решение, действуй. Ты теперь самостоятельный человек. Тьфу, черт, как все оказывается сложно. И остаться, и уехать, и махнуть на все рукой, и постараться докопаться. До сих пор все важнейшие вопросы за него решали другие. Дома, отец, в школе, учителя, в армии, командиры. Самостоятельный человек. Откровенно говоря, для него такая ситуация была вновь. И довольно скверная ситуация, надо признать. Но, может, все дело в привычке. Палящий зной всей тяжестью ложился на плечи его темного костюма. Торчать перед гостиницей не имело смысла. Он прошелся по старинному парку, окружавшему развалины замка, и затем по лого спускавшемуся к Гауе. Вечерами здесь, должно быть, блуждали парочки, ну а теперь какое-то тревожное безлюдье, не души. Прокравшись через зеленую завесу, на посыпанных гравием дорожках бесшумно резвились солнечные зайчики. Сумрачные закоулки парка, поросшие папоротником, дышали сыростью. Тенистые ниши в гуще кустарника, скамейки, столики из громоздких мельничных жерновов. Часы показывали половину второго, а он толком еще и не завтракал. Живот подводило от голода, ведь можно пойти пообедать. Довольный тем, что у него появилась определенная цель, он прибавил шагу и кратчайшим путем вышел на площадь, повернул к универмалу. Только теперь ему бросилось в глаза, что в городе действительно много девушек. На улице, на фнобусной остановке, повсюду. И точно солдаты в часы увольнений они редко расхаживали в одиночку, все больше группами. Бросали смелые взгляды, вызывающе смеялись, громко разговаривали. И в самом деле все такие миловидные, хорошо одеты, с модными прическами, с педикюром, с накрашенными ресницами. Старинный районный городишко чертовски прогрессировал. Осмотр универмага еще больше утвердил его в этом мнении. Между девушками Рандова и новым универмагом существовала непосредственная связь. Тут не могло быть сомнений. Не какая-нибудь провинциальная ловчонка, где торгуют ватниками, резиновыми сапогами, конной сбруей. Даже запах у магазина был свой, особенный, утонченный и женственный. За сверкающими ветеринами пенились шелка и нейлоны, струилось прозрачное белье, мерцали флаконы, украшения. Ничего не собираясь покупать, просто так, из чистого любопытства, он из конца в конец обошел оба этажа. Вход в ресторан был рядом с универмагом. Он обошел, настороженно огляделся. Голод немного унялся. Опять он почувствовал себя бодрым и беспечным. И немного взволнованным, будто ждал чего-то, кого-то надеялся встретить, найти. Зал оказался довольно вместительным, со вкусом обставленным, приятно пустынным. Вдоль просторных окон с видом на площадь тянулся балкон. Лихо выдвинутый козырек крыши оберегал посетителей от лучей солнца. Особенно не раздумывая, он заказал обед и в ожидании сидел, барабаня пальцами по столу. — Веди себя прилично, — одергивала его в таких случаях мать. — Потому как человек ведет себя за столом, сразу видно, хорошо он воспитан или дурно. Должно быть, он дурно воспитан, потому что за пустым столом никогда не знал, куда девать руки, а хорошее воспитание матери нагляднее всего проявлялось в вязании. Мать была классической вязальщицей из ковбойского фильма. Вокруг могли палить из кольтов, и тогда бы у нее в руках не перестали мелькать спицы. Вязала она платья, кофты, шали, перчатки, брюки, пальто, шапки и, словом, все. А связав, тотчас распускала готовую вещь и принималась вязать заново. Официантка принесла хлеб, приборы. Но и зад у нее не поскупилась природа, а ноги-то ноги. Смотрит так, как будто ты пустое место, и что-то слишком выставляет на показ обручальное кольцо. Он сложил на груди руки, нахмурился, почувствовав желание невозмутимо и спокойно взглянуть в лицо официантки, хотя не был уверен, что ему для этого хватит духу. За соседним столиком сидели два странных типа. Тот, что помоложе, невысокий, круглолицый, почти без шеи, руки короткие, ладошки маленькие. Волосики над морщинистым лобом топорщились ежиком. На тонком, слегка вздернутом носу никак не хотели держаться очки с одним треснувшим стеклом. То и дело съезжали вниз, и владелец прямым, как будто указующим перстом правой руки, неизменно возвращал их обратно. Старший своей массой раза в два превосходился бутыльника. На нем была яркая полосатая рубашка. Правда, из внушительной его фигуры видна была только спина, да шоколадная от загара лысина, свинцом седых волос. Оба пили пиво и громко разговаривали. Официантка подала закуску. — Спасибо. Вы не могли бы принести горчицу? С его стороны это было чуть ли не геройством. — Ёжик сказал полосатому. — В этой связи мне хотелось бы напомнить слова о Норе Габриэле де Рикити Мирабо. Одни дураки не меняют своих убеждений. Мирабо был патентованным кретином, хронически страдавшим от безденежья. То, что говорится в момент безденежья, нельзя принимать всерьез. Кретинизм, как и безденежье, понятие относительное. Война всегда была ужасной, и тем не менее люди всегда воевали. Почему? Мы этого не знаем. Почему люди смеются? Почему им снятся сны? Должно быть, в нашем организме имеется устройство, нас к тому побуждающее. Прошу прощения, я как биолог согласиться с вами не могу. Человек научился делать многое такое, что выходит за пределы заданной природой программы. Разум, прошу прощения, корректирует природу. В этой связи удачно высказался Давид Иероним Грундулис, естествоиспытатель, химик, фармацевт и врач, родившийся в семье потомственных латышских мачтовых мастеров по фамилии Грундулисы. Разум. Смех берет. С колупниктика тонкую пленочку разума, из мужичонки сорок четвертого размера у нас выйдет сорок четыре тысячи бесенят. Браво, отлично сказано, это стоит запомнить. Не стоит чересчур идеализировать прогресс человечества. Граммофон с трубой представляется нам допотопной штуковиной, в то время как Гамлет мог бы и сегодня быть написан. Диалог привлек его внимание. Он даже как будто пододвинулся к спорщикам. Подслушивать чужие разговоры неприлично, однако иногда довольно интересно. Никто его здесь не знает, никто никогда не видел, навряд ли возможной встречи в будущем. Официантка вернулась пустыми руками, наверное, горчицы на кухне не оказалось. Оглянувшись по сторонам, она подошла к спорщикам. Горчица вам не понадобится? — Нет, — сказал тот, что помоложе. Старший, провожая глазами баночку с горчицей, повернул голову и, увидав его, стукнул ладонью по краю стола. — Ого! Каспар! Сын Виллиса! Это было настолько неожиданно, что он опешил. — Что, разве я не прав? Не угадал? — В известной мере? Возможно. — Никаких в известной мере, все абсолютно верно. Ваш отец был моим лучшим другом. Нет в Латвии такого озера, где мы бы с ним не удели рыбу. Я Виллис, да еще покойный художник Янис Бромальд. Вы, полагаю, меня не помните? — Не помню. Вернее, смутно помню. Как во сне. — А я вас в Ишкеле на закорках носил. У вас были белые башмачки с красными носами. Это он произнес таким тоном, будто на суде зачитывал приговор. — Вполне возможно. — Однажды мы наловили раков, и пока на кухне пробавляли себоткой, вы их всех в колодец побросали. Помните? — А это я помню. — А я вас сразу узнал. Вы ли ты, Виллис? — Старина Апариот собственной персоной. Его лицо он видел в школьных учебниках, в газетах, в журналах, энциклопедиях. И надо же так напороться, будто в Рандове негде больше пообедать. Апариот встал, отодвинул стул и, валкой моряцкой походкой, выпитив живот, обошел вокруг стола. И тот, помоложе, хоронясь за широкой спиной собутыльника, подался в его сторону. Не подняться уже было невозможно. — Руберт Апариот! — сказал профессор, протягивая руку. — Очень приятно. Вообще-то я вас, конечно... — Моя фамилия Калниндж! — Ежук ответил быстрый поклон. — Запоминать не обязательно. В Латвии эта фамилия все равно, что имя нарицательная. Больше я известен как Гатниндж из Рандовской тюрьмы. — Неверно! — поправил его Апариот. — Он брешет. — Не из тюрьмы, а из тюремной средней школы. Как видите, в наш век и в тюрьмах никто не избавлен от сомнительных учителей. — Я полагаю, нам необходимо произвести кое-какие перемещения организационного порядка, — сказал Гатниндж. — В целях большей коммуникабельности. Обращая внимание, наш стол — трехместный. — Само собой разумеется. — властный жест Апариота словно заранее отметал все возможные возражения. — Нина! Где вы там, грешное дитя? Этого юношу перебросьте к нам! — Я, право, не знаю. Не хотелось бы вас затруднять, и потом я тороплюсь. — Будет просто непристойно, если мы останемся сидеть каждый со своим столом. Ваш отец был моим другом. — Особенно, любо нам было заросшее камышом озеро Рампузис. Мы там вытягивали лещей величиной с лопату. Два часа и ведро до краев полно жирнющими такими угрями. Я всегда говорил, в Латвии нет озера. — Ну, ну, мастер, не забирайтесь. Глаза Гатния за столстыми стеклами блеснули, как скальпели. В Латвии 3195 озер с ободной поверхностью свыше гектара. Я имею в виду настоящие озера, а не задрипанные прудики. В таком случае скажите, где находится озеро Тентеле? — В Тентеле я выловил рыбу больше, чем иным довелось видеть за всю свою жизнь. — А где озеро Шкинузис? — Шкинузис пуст. Шкинузис не в чёт. — Прошу прощения, но это одно и то же озеро. — Это вы своим тупицам в школе рассказываете, а не мне. Это два различных озера, их соединяет речка. — Не речка, а протока. — Именно речка. — Нина! Уж теперь вам одним пивом не отделаться. Коньяк у вас есть? — Правда, не стоит, — он всё ещё пытался возражать. — Честные слова, у меня нет времени. — Нет времени пообедать? Не смешите нас. — Час на обед — это норма. Даже на царской каторге обеду отводился час. Позвольте узнать, что за важные дела у вас в рандове. — Одно поручение, связанное с разными документами. Товарищ по службе просил собрать. — И вы собираете? — Сегодня утром приехал. — Только сегодня? Из груди опариода вырвались сдавленные всхлипы, трудно сказать, кашель или смех. — Профессор вот уже третью неделю никак не разделается со своими делами в рандове, — пояснил Гаттиндж. — Всё ещё живёте на бульваре Райниса? — Да, всё там же. — Как себя чувствует ваша мать? — Спасибо, должно быть хорошо, как всегда. — Работает? — Работает. — А вы работаете, учитесь, отдыхаете? — Перед армией закончил среднюю школу. Ничего определённого пока не надумал. — Вы были таким крошкой, с молочными зубками. Чёрт возьми, как летит время. Летит. Вот и Виллис уже на кладбище. Бромальд тоже. Все порядочные люди на кладбище. — Постой, постой. Когда же всё-таки Виллис умер? — В шестьдесят четвёртом или третьем? — В шестьдесят четвёртом. — Вроде зимой, да? — В феврале. — А разве вы не были на похоронах? — Нет. А париод, разливая коньяк, ливанул мимо рюмки Гаттиня. Не довелось. — Нина, смотрите, что мы тут натворили. Если сейчас же не придёте на помощь, будет потоп. Официантку было не узнать. Эта неприступная холодная красавица теперь так и юлила вокруг Ник. Была приветлива, добрауслужлива, осыпала апариода очаровательными улыбками. Старика-то со вставными зубами, лысым черепом, одетого не лучше колхозного пастуха. — В самом деле, странно. — Слава? — Деньги? — Навряд ли. Тут что-то другое. — Спасибо, Нина, — сказала париод. — Вы самая красивая! Без вас Рандова была бы дыра-дрой! Профессор вынул из петлицы Гаттиня цветок и сунул его за ленту Нининого передника. — Цветок этот выдающийся, — пояснил Гаттинч, — рос на особым удобрении. Моя сестра обслуживает реанимационной машиной, условно, ту, что воскрешает из мертвых. — На той машине навоз не возят, — апариод поднял рюмку. — Верно, не возят, но в один прекрасный день вызывают ее в зоосад. Оказывается, льву надо когти подрезать. Так нельзя ли зверюгу усыпить, не то разволнуется и чего доброго инфаркт схватит? Чуточку веселящего газа и дело в шляпе. Маникюр готов. Обычная халтура. — Конечно, но как с врачом рассчитаться? Долго ломали головы, наконец придумали. — Милый доктор, есть у вас садовый участок? — Как же есть! Те обрадовались. — Извольте получить машину львиного навоза. — Удобрение — первый сорт. — Не надо, Гаттенш, портит людям аппетит. — А зачем скрывать правду, раз этот цветок из сада моей сестры? — Давайте лучше выпьем. — Призывать к пьянству запрещено законом. — Я призываю к действию. Они выпили. Голоса вокруг зазвучали все смелее. К соседним столикам подсаживались люди. — Послушайте, брат мой, а чего вы такой грустный? — Гаттенш с добротушной усмешкой глянул на него сквозь толстые стекла очков. — Чтобы никто не видел, какой я веселый. — Ну что ж, оригинально. — Отчего тогда вы так веселы? — Оттого, что, наконец, попал в рандову. — И долго намерены тут пробыть? — Не знаю. Возможно, до воскресного вечера. — Субтитры создавал DimaTorzok